здравствуйте друзья в эфире канал ньюашвор и с вами я юрий гимильфор как известно кремль обогатил русский язык такими понятиями как национал предатели белоленточники пятая колонна и так далее и тому подобное чем безусловно на мой взгляд внес существенный вклад в развитие отечественной словесности и насколько я понимаю наши депутаты и члены совета федерации не намерены на этом останавливаться и ввели новые понятия которые я считаю принципиально изменит нашу жизнь внимание на экран после того как в российское законодательство были внесены поправки которые позволяют присваивать иностранным сми статус так называемых и но агентов в госдуме и совете федерации намеренной до мартовских выборов президента принять блок законодательных актов которые направлены на так называемое пресечение иностранного вмешательства во внутренние дела и выборный процесс в российской федерации сайт news.ru.com приводит конспективную подборку таких изменений давайте ознакомимся в частности в законопроекты вводятся на юридическом уровне такие понятия как нежелательная деятельность нежелательное сотрудничество и кстати это будет распространяться не только на юридических а на физических лиц то есть законодательные утверждены такие понятия как отечество и патриотизм давайте мы с вами друзья последовательно разберемся что это такое начнем с так называемой нежелательной деятельности в настоящее время напомню что в российском законодательстве уже определено понятие нежелательной деятельности но на данный момент пока создан список из 11 организаций и пока это распространяется это понятие только на зарубежные юридические лица однако сейчас согласно новым законопроектом это понятие будет распространяться не только на организации но и на частных лиц а также будет введена ответственность для физических лиц как сказано в законе речь может идти формально о целенаправленном разжигании национальной религиозной ненависти и прошу отметить политической розни а также фактах потенциального вмешательства в российский избирательный процесс при этом действие будущего закона о нежелательной деятельности планируется также распространить и на некоммерческие организации и за так называемое деструктивное влияние на ситуацию в россии гражданам россии будут будет грозить административная и уголовная ответственность а иностранцев могут высылать из страны еще одно дивное понятие вводится в закон это нежелательное сотрудничество тоже разумеется она направлена на защиту госсуверенитета то есть иными словами если российские организации предприятия гражданами по разным причинам сотрудничают с теми кто занимается нежелательной деятельностью то они также могут понести ответственность административную и это понять в рамках понятия нежелательное и наконец как вишенка на торте в закон о патриотическом воспитании в российской федерации будут законодательно за утверждены такие понятия как отечество и патриотизм давайте полюбопытствуем что понимается под патриотизм патриотизм согласно трактовки закона это нравственный принцип социальное чувство содержанием которого является любовь к россии своему народу осознание неразрывности с ним стремление и готовность своими действиями служить их интересам подчинить ему свои частные интересы проявлять верность долгу в защите отечества а термин защиты от термин отечества депутаты определяют следующим образом россия родная для человека социальной национальной или региональной общности людей страна принадлежность которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации полагаю друзья вы прониклись нововведениями в российское законодательство эпичненько ничего не скажешь правда у меня имеются некоторые вопросы в данной ситуации потому что как сказано патриотизм это стремление и готовность подчинить родине свои частные интересы ну я искренне надеюсь что наши депутаты и члены совета федерации они подчинят свои частные интересы родине и покажут нам пример ну в частности они поделятся своими зарплатами будут перечислять скажем так фонд родины или например откажутся от своих свои зарубежные недвижимости в пользу россии переведут счета из офшоров в российский центробанк а я думаю это будет великолепным примером для того чтобы простые граждане прониклись этим замечательным патриотическим чувством также мне не совсем понятно как наши замечательные депутаты будут воспринимать отечество поскольку я напомню в определении сказано что отечество граждане воспринимают как необходимое условие своего достойного существования полноценной самореализации ну я так думаю что в рамках этого понятия наши депутаты министры а также сенаторы они тоже свою зарубежную недвижимость продадут деньги переведут в россию потому что ведь как вы сами понимаете только россия это необходимое условие для их достойного существования а если серьезно то у меня в данном случае один только вопрос вот объясните мне я искренне хочу это понять почему нас патриотизму патриотическим воспитанием понятием отечества любовь к родине почему нас учат люди которые своими интересами не на йоту не хотят поступиться ради так называемого отечества почему нас этому учат люди зарплата которых в день составляет примерно столько же сколько мы получаем вместе почему эти люди вкладывают деньги в зарубежную недвижимость они в отечественную почему они вкладывают в зарубежные компании они инвестируют в отечественную промышленность почему нас этому учат люди и призывают кстати говоря те которые показывают нам пример прям противоположный вот я искренне этого не понимаю я готов рассмотреть эти вопросы когда эти люди которые принимают подобные законы они покажут нам достойный пример и в качестве небольшого паскриптума разумеется друзья мы с вами не наивные люди и мы прекрасно понимаем для кого принимаются эти законы для очередного закручивания гайкой для того чтобы за любое неосторожное слово можно было человека определить что он занимается нежелательной деятельностью что он так сказать у него нежелательное сотрудничество а также он нарушает законодательно закрепленные понятия отечества и патриотизм это все понятно тут вопрос у меня нет но у меня другой вопрос а а может быть мы с вами вот для этих вот людей которые получая гигантские зарплаты и гигантские привилегии может бы выпускают для нас такие законы может быть мы вообще вот все для них нежелательные люди вам так не кажется причем мой вопрос то он не праздник и обращен мой вопрос не только к тем кто ну мягко говоря не симпатизирует владимиру владимирович путину и его созданный им вертикали власти а к тем кто поддерживает нынешние порядки я напомню вам что 80 лет назад в тридцать седьмом году под нож пошли те кто боготворил сталин поскольку просто ему мешали поскольку попали под каток этой системы и и вот у меня к вам вопрос вот когда вас станут обвинять в нежелательной деятельности в нежелательном сотрудничестве в том что вы недостаточно исполняйте законодательные нормы отечества патриотизм и вы недостаточно патриотический воспитанный вы что будете делать вы будете писать письма владимиру владимировичу путину который будет начинать со слов владимир владимирович произошла чудовищная ошибка вы на это рассчитываете ну-ну блажен кто верует все вам доброго подписывайтесь на канал не аж вот не забывайте ставить лайки или дизлайки а если будут вопросы присылайте мы их обязательно обсудим до встречи